доброго времени суток зрителям и гостям нашего канала это четвертое видео по игре берел горе сегодня мы с вами продолжим завоевывать мир укреплять наши позиции ну а также в этом видео постараемся по максимуму больше заплатить захватить новых территорий ну а также может быть кого-то мирно аннексируем скорее всего это будет шлица прошлой серии мы захватили все-таки польшу мы перешли в новый век обратили точнее выбрали новый путь развития освободили данью наладили отношения со швецией немножко повоевали с великобританией ну а сейчас продолжим нашу завоевательную кампанию так у нас не хватает опять как обычно население посмотрим что он здесь по армиям и перебиты подбиты целенькие нам наверное нужно будет укомплектовать отряды таким таким способом чтобы у нас были конные войска любом случае в отряде артиллерия но и пехота потому что уже просто одной пехоты не возьмешь все ближе и ближе мне кажется будет война у нас австрий и скорее всего с россией почему-то не активно стягивают нам свои войска но будем к этому готовиться друзья по поводу вылетов я вычитал в интернете в принципе попробовал сейчас будем смотреть поставить совместимость с экзешником игры на windows xp это должно помочь с вылетами после баталий при загрузке здесь это поможет потому что я посмотрел что все таки желательно желательно нам снимать баталии полностью так что мы застрелим устроились конкурс это на швеции этот кусочек нужно будет нам все таки себе подхватить пропускаем ход так австрия предлагает он заключить союз компания франции давайте почему бы подошла россия надо посмотреть может россия в союзе с францией сейчас нужно будет быстренько укрепить наши позиции со стороны россии так давайте посмотрим на войну никому не можем полиция россия разрослась ничего себе так 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 что тут у нас у франции пушки пушки можно попробовать конечно с ними немножко побороться но правда меня вот это не нравится колечку отсюда сюда переведем что-то сюда пришел так как же отряда ну что давайте наверное попытаемся с ними посражаться с францией главное чтоб конечно не получилось так что мы сейчас с ними повоюем а потом зайдет без боя австрии не просто захватит никогда не тогда тогда когда нет и подождем не хочу добывать победу для австрии пускай сами первые нападают а мы потом подойдем если что как-то австрия в один ход лупанула по ходу францию давайте мы тоже кинем свои какие правда не знаю зачем давайте кинем давайте кинем может россии матушка немножко помахаться не хватит ничем махаться конечно пробовать можно правда не знаю что с этого выйдет но можно в принципе взять у них территорию а потом сказать господа давайте мира территория останется у нас поскольку это война болтавия предложила заключить мир по обещавшись хорошо если у нас работали выделено торговое предложение продовольствие за тысячу и двести нет спасибо не нужно все это не могу гринадеров нанять шампань да всем шампань захвачено возвращаемся обратно вообще какие-то наколечки собрались с ними что-то придумать так здание первое первое издательство гулять пятнаточку симпатий урон и стоит ничего мы не можем поставить для улучшения не хватает нам населения батарея батарею тоже под себя подогнули они с нами заключили мира по ходу завтра не заключили и поэтому получилось что получилось интересно интересно срок действия истёк срок действия данный истёк у нас не хватает батарея выжила осталось войска в гарнизоне австрия потерпела поражение в общем батарею нужно забирать силы военная помощь оборонительный союз смертный договор по лице правопрещение а так мы с ними вообще плохо себя чувствую да союз франция батарея послать а это прошло за два хода их нагнут ну это хоть еще данные это данные так так в дании в дании в дании мы строили другого консульства блин не хватает все равно этого надо ждать войска нынче такие дорогие для того чтобы нанять то же самое что австрия предлагает нам да ходи Австрия ходи я всегда за союз я всегда за мир поэтому раз испании предлагает мир будем кто-то там пошел строится вот это они стоят 1150 насилие ни хрена себе как конница жесть конечно ну такие вот сладенькие вы со своими пушками ребятами конечно я так могу вам сказать но у меня конницы ну в принципе даже может хватит конницы чтоб вас по-быстрому налупить вообще надо перевооружить вот этого обереста агнайзенау я даже не знаю откуда он там вылез оберест полят что ли надо его перевооружить потому что что он с этими христианами ходит а христиан заснует в поляндрию и пусть сидят там на защите ну то не гоже уже 1797 года мы с палками ходим но теперь в принципе нужно бы заняться пропагандой если бы она достаточно подальше ага продовольственные субботы и все дела так ждем пока ничего интересно сейчас еще может если успеем то кинем войну баталии интересно получается нас австрии берет в кольце если еще возьмут баталию они будут снизу они будут слева скорее всего потом еще и справа если с россией начнут как-то агрессивно не следует ребята так давайте так союз в великобритании баталии мне все равно блин да вы задолбали почему я не могу предложить войну хочу повоевать что блин за люди такие какая вам разница вообще я думал на меня напали это правило прохода территории иначе так очечка сжалась типа ребята я не готов я не готов драться не нужно но я считаю потребление еды идет больше чем производство надо наверное подстроить немножко так так хорошо здание здание подовольственные склады и позволяют вашей империи складировать давайте склады эти построим тут уже есть денег у нас много короче пока у нас много денег давайте сейчас кинем здание так вот немножко скажем так местные госпитали мне еще не построили ничего сколько времени прошло а мы все все пусть пока строится посмотрим деньги надо тратить у нас испания напала на австрию а мы с испанией в союзе если не ошибаюсь тогда придется нам даже не знаю что нам придется так сейчас посмотрим так хорошо можно блин попробовать цапнуть вот этот кусочек Минск голярусов можно цапать и попробовать блин давайте здесь запустим было бы попробовать цапнуть Минск и потом предложить России по-моему мир, дружба, жвачка и территорию тем самым оставить себе а нет не стягивай другие воевые войска плохо что просто после нас мы могли бы без сбоя взять и предложить мир а после нас ходят они а не вторые ходят то это было бы сразу бы ответкой и все равно бы пришлось бы с ними драться чего я в принципе не хочу пока так что у нас тут ничего не поменяло срок действия истек ничего себе а если истекло какого хрена они делают у нас на территории ребят это что такое тогда а армия с правом проезда два хода осталось ладно тогда ладно я уже хотел бить тревогу разбираться с вами пока вы ослаблены ну это стоподов он сейчас будет баталии снять Россия возниклицы своей оставила все таки войска никуда не уводила так достава создания выдвинула торговые предложения спасибо не надо так агрономия есть о увеличивает просто зря это хорошо это мне нравится так здесь надо начать построить здание чтобы мы офицеров нанимать получила военную академию так что мы тут что-то можем интересно просто военные данные все хуйня все короче все херня пацаны давайте за нами ну ну походу надо распустить ну мне уже тут ничего не сделает конечно спасибо им пацаны воевали но 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 ну ну ладно еще крестьян а решили и спальне отбить значит баталии не трогают да что-то вы стягиваете войска к нему чё проблем хотите подраться раз подеремся посмотрите какие подонки сейчас я сделаю свой элитный отряд каратели и пойдем короче вас начали о швеция напала на россию батюшки а нет них проход них проход не напала на что не в союзе будет обидно эти швейцы ухотенок чур нацировать мирно они присоединятся к россии заводы заводы пароходы строится хорошо так тут тоже пошло поляки дырка в строке здесь все с вами ясно господи еще финляндии швейцария здесь еще строится издательство прибавляют 05 очков к самозначной империи плюс еще каждый ход на территорию где расположено издательство это конкурс на ого три тысячи населения нифига себе ну а тут кто вылез ничего появился на политической карте сейчас посмотрим ясно спальня отходит молдавия скорее всего ничего себе о да вашки опять появились и жорни туда захватывал до молдавия ничего с пушками батюшки какие мы крутые капитан воеводский шкапский тучков ну все серьезно даже серьезно чего не думал блин вот это не хватает опять население этого это кошмар такой надо новые страны короче захватывать все ребят сейчас на этом ходу объявляем войну в оттавии срать я хотел короче на весь мир остальное государство россии предлагают вам 5000 золота во время направленности сегодня гоните пожалуйста походите наверно хотят к австрии подойти в любом случае короче батарею сейчас будем захватывать все уже надо ставить что-то я должен подчиняться что люди обо мне скажет а мне вообще нас тут уже наступает скоро такая эпоха что надо или тебя или ты или тебя поэтому в любом случае надо батарею брать под себя пока ты не делала австрия так после нашего после долгого периода благотворного службы регион чвецы стал частью нашей империи в знак доброволи ваше новое подданное шлют вам единиц золота продовольствие серия и людей если не были какие-то войсками стали участки нашей армии и были переведены в ближайшие год наши горизонты вот так ребятка вот так да я не хочу атаковать я хочу домой пойти а блин я тут право на проход сколько 2000 хотите ладно лишь надо как-то войска туда вывести жадины мало вам ненасытные но там не так нормально принципе добавилось конечно же конечно же надо три час вернем здесь надо походу надо все строить с нуля нет хотя бы уже не с нуля уже хорошо так теперь давайте поработаем здание раз такое дело надо и тоже как я хотел объявить войну как я вам и обещал союз австрия ломбардия молдовья королевского наконец-то меня никто не говорит что у вас плохо скажу слава богу так не понял аж это австрия освободила кусок светили типа на это же французский или французы еще себе что я не понял а то махинация плане передвижения нам молдаване там что-то убрать осмотрим уже три территории у них нифига новая угроза звездных войнах на всякий случай хотя я думаю конечно это не пригодится но на всякий случай пусть будет так легкое сражение в баталии а у них в основном одни крестьяне и однокомнице но крестьян зато у них извините меня посмотрим да давайте заодно проверим выбивает ли после загрузки надеюсь что нет потому что очень нравится очень приятненько что захватили мы мирно да не так внимательно изучите карта местности и поле было находится представляется бы идеальное место сражения этого не понимаешь их сомнений бла-бла-бла-бла-бла слушайте внимательно детальмены нашей целью потом сражение будет удержать контроль на двумя статистических точек первое из них кумон вторая возможность и это гостиница прекрасный союз здание на является готовым участком а третье гостиница такая смотрю шикарно а музыка ободряющая играют начать сражение стрелков все остальные И поехали посмотрим, что они нам там приготовили, ребятишки. Ураг занял то, ему сейчас снова росли такие плохие ребятки, мы тогда вот эту козюку займем, а туда уже идем, а туда уже пойдем. Да можно, в принципе, их конницы раздавить к чертовой магии. Подеремся с ними. Так, а кушать не, наверное, еще далеко не берет, да? Ну, здесь уже. Так, ну-ка, знаете, надо таким христиан избавляться. Враг захватил важную позицию. Враг захватывает какие-то важные позиции. Ничего себе! Так, значит, мне нужны крестьяне и крестьяне. Надо их, скажем так, утилизировать. Вперед! Так, а вы на всякий случай. Перестроимся. Так, и побежали с этими мочиться. Давайте пускай сюда. Как я понимаю, что вся драчка будет всякими дискуссиями. Вот еще, на всякий случай. Конница уже пошла. Давайте тогда поможем вот так. Вон остались ребятки раз, остались ребятки два. Здесь поздно. Пушки мы развернули, но они гадные были. Не расслабили крошки. Стопа, 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 щас выполню. Войска уничтожают противника. Вот тут фиши разные. Должны затащить, конечно, но здесь все понятно. С этими пацанами, наверное, забавились. Давайте. Что? Маршим. Поможем. Ваши армии контролируют поле боя. У меня же еще есть 5. подкрепление. Еще ж подкрепление есть. Не буду его вызывать. Попконница. Попконница у них осталась. А нет, не конница. Ну, в принципе, минимальная потеря. Главное, чтобы слили крестьян этих слоев. Ну, правда, от архонных потеряли, наверное. Мы перебили всех. Господа. Теперь момент истины. Вроде все нормально. Так, общие наши потери 144, у них 315. Кленных нет. Наши нации снизу происходят, не могу ничего делать. Надо сейчас не забыть вывести войска в Конгрессию. Ну, радует то, что поселение с конновой территории. Там можно отстроить местные госпитали, если там нет. И, в принципе, уже будет чики-пуки. Будет больше населения. Больше населения, больше воинов. Больше воинов будем мочить всех подряд. Так, осада города Брюссель началась. Хорошо. Испания в Бронительный Союз срок истек. Все, войска я свои вроде вывел. Нигде их не осталось. Так, через Даник я могу построить первое. Ну, пожалуйста, местные госпитали. Я же говорил. Слава, тут еще нельзя. Местные госпитали. Самое такое важнецкое это. Интересно, Ганновер будет, точнее, Ботавия вставать с колен и пытаться нас скинуть. Они-то нас там тоже неплохо проведили, скажем так. Мне кажется, нет. Портубальник, папская область. Ботавия. Так какая баталия мыши нагнули-то? Что она там еще ходит? Так, военная аннексия прошла успешно. А, все. Отменит ребенок, будет частью нашей империи. Почти 4000 золота. О, Иудея 900. Хорошо. Это, вот это мне нравится. Это молодцы. По-хорошему же можно. Так, Даня. Конкурс. Так. Набирай этого барышку с собой. Набирай сюда. Так, вот меня. Так. Так, так, так. Чего вам тут не хватает? Вам не хватает, значит... Повали, ребят. Подменять. Значит, здесь придется туда поставить... Ну так, вот придется надо сделать, что здесь можно было конкурс устроить. Что здесь у нас? Вот ядер. Устроится? Устроится. Хорошо. Так, тут у нас что? Офицеры. Надо построить здесь улучшенную комьюшию. Ну что ж, дорогие друзья. Вот мы и захватили, в принципе, еще не кусок. Мы аннексировали Луна. Точнее, договорились со Швецией. Получили три пуска территории сверх здания. Ну, я думаю, мы в следующем видео попытаемся. Так, Испания хочет наступить... Оборонительный союз. Ну, пусть давай. Вон, Дания. У нас следующее на поле соединения. Попробуем ее, опять же, отмирно. Если мирно не получится, ну, тогда мы просто так... И она наша. Ну, не хотелось бы. Знаете, мне понравилось без потерь захватывать. Так, местные госпитали. Пошли начальные школы. Отлично, местные госпитали. Отлично, отлично, отлично. Так. Тут настроен. В чем мы тут можем? Современные госпитали. Дороговато. Дороговато, я бы так сказал. Так, надо... Знания... Улучшенные. Хотя бы полководцев начать, чтобы улучшенных можно было строить. Хотя бы строить улучшенных полководцев, чтобы они в себя вмещали по 4 армии сразу. Потому что... Под наш формат, под наш формат, нужно их переделать, конечно, однозначно. Дороговато, как нам присоединиться, каких-то папуасов присоединяем, просто так. Кошмар. Ладно, куда-то, куда-то встанем, пока. Еще здесь. А, я тут кого-то даже начал строить. Вот так вот. Ну, хотя бы, хотя бы вот так надо строить. Хотя бы вот так, наверное, может. Хочу хоть кто-то здесь будет. Так, здесь у нас готов отряда кавалерия. Я хочу элитную кавалерию какую-нибудь добавить. И пушки там какие-нибудь поставить здесь. В артиллерию. Эту тоже. Я хочу делать регулярную армию, только вот по последнему столу техники ее вооружать. Как это было лифтное отряд, потому что если бы они пришли, блядь, пиздили, так, чтобы они пиздили, блядь, до усрачки просто. А у них вот эта вся шушина, которая там у меня в основной территории. Давайте, наверное, будем заканчивать видео. В следующем видео обязательно разберемся за здание и присоединяем ее и завоюем. Мы уже охватили сегодня вообще четыре густота территории, что я считаю, в принципе, неплохо. Мы разобрались с багом о том, что игра улетала после сражения. То есть теперь мы сможем спокойно с вами воевать. И это просто отлично. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И завоевывайте мир вместе со мной. Будет интересно. До скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...